Бесконтактное мошенничество. Более 56 миллионов рублей перечислили жители республики со своих банковских карт злоумышленникам. Несмотря на многочисленные разъяснения и предупреждения правоохранительных органов средств массовой информации, люди продолжают доверчиво переводить деньги за услуги незнакомцам. Сегодня на заседании комиссии по профилактике правонарушений в режиме видеоконференц-связи с главами администрации муниципальных районов и городских округов еще раз расставили акценты, как обеспечить безопасность жителей региона. Следующий. Продажа крупнорогатого скота из Крыма. БК за 6 тысяч хотел привезти к нам. За эти и другие услуги люди продолжают перечислять деньги мошенникам, передавая им данные своих банковских карт. Итог остается без денег. Число преступлений, совершенных таким бесконтактным способом, в Чувашии выросло. Жертвами мошенников становятся как пожилые, так и молодые люди. Ущерб, наносимый мошенниками, может составлять от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. При этом вероятность возмещения крайне низка. Как вами уже было обозначено, за 11 месяцев текущего года ущерб составит более 56 миллионов рублей. В разрезе бесконтактных ощущений особое место занимает эта кража, сочетов банковских карт. Мошенники ищут жертв по объявлениям, которые люди размещают в интернете путем взлома аккаунта потерпевших, могут представиться и сотрудниками банковской структуры. Бесконтактное хищение сложно раскрыть. Более 97 процентов этих преступлений совершены людьми, которые находятся за пределами Чувашии. И здесь без профилактической работы не обойтись. Правоохранительные органы работают во взаимодействии со средствами массовой информации. Особое внимание в будущем планируют уделить хакерским атакам, когда выводят из строя различные системы технические средства. Специалисты планируют подготовить пошаговую инструкцию о том, как защитить гаджеты от вирусов.